Вот я сегодня таким, чебурашкой такой, не совсем чебурашка, но похоже. Сифора. Куда же нам без нее? Кстати, в России почему-то произносят с ударением Сифора в конце. В Америке все произносят название Сифора. Магазина Линш. Потрясающий совершенно шоколад. Но здесь нам ничего не надо, мы проходим мимо. Сладко – это не наша тема. Магазин обуви и посмотрите, какие улги. Акс у нас они называются. В России они называются улги. Тиндерленд. Совсем не такие, это мужские, наверное. Наверное, теплые, наверное, удобные. Ну, это типично канадская обувь. Это то, что у нас носят зимой. Это то, что у нас очень популярно, раскупается. Всем очень нравится. Малоэлегантная, но очень удобная, очень теплая. У нас, знаете, на кого как не поскачешь, когда снег и лед. В общем, вот так. Вот это то, что надо. Или вот, тоже. Бабушкины ботинки вращая молодость, на шнорочках. Самая-самая удобная и распространенная обувь канадцы. А, уже боксинг-дэкс. Я об этом расскажу, что такой боксинг. Зарочка блестит и переливается огнями, но в Зару мы не пойдем. В Зару магазин неинтересный, он есть везде у всех. А идем мы сейчас в Nordstrom. Это тоже такая американская сеть, которая есть в Канаде. Миддлс в медной одежде, сумки и обуви. Сейчас пойдем посмотрим. Здесь тоже обувь, как вы видите. Те же фасоны, те же бренды. Вот кто говорит, что уги не в моде, так вот у нас в Канаде это очень-очень модная, самая востребованная обувь. Все странно. Хоть со стразами, хоть розовая, хоть какао. Здесь хороший свет. Надо мне себе такое зеркало завести с такими лампами. Beauty Starist. Интересно. Или вот такое зеркало мне надо завести еще. Те же хороший свет. Она хорошо красится. А, мужская. Ну, мужской не пойдем. Простите, мальчики. В следующий раз, а не сейчас. Как красиво. Смотрите, какие интересные игрушки. Металлический шарф, внутри стеклянного шарфа. Здорово, интересно. Поедем наверх. Здесь мужской отдел. Еще раз прошу прощения, но туда мы не пойдем. Так, сейчас мне с эскалатора бы не сверстится с моими съемками. Постараюсь не убиться. Одежда. Что тут у нас интересного? Давайте-ка посмотрим. Кальто зеленое. Как я люблю зеленый цвет. Все знают, что я люблю зеленый цвет. Что это за бренд? Не знаю. Даже не берусь произнести, потому что, боюсь, опозориться. Сколько оно стоит? Сейчас поищем цену. Опять же, не передает свет. 1125 долларов. Однако. Канедия. Написано, что это Канедия. Это приятно. Зачем же так дорого? Платье красивое, кстати. 475. Вот так вот Канедиян бренд. Вот так у нас в Канаде. Ценим мы свой труд. Да. Ну, пошли посмотрим дальше. Вот это Rug & Bone. Я знаю этот бренд. Это американский и очень дорогой. Вот мне нравится этот цвет. Но мне не нравится его цена. Посмотрите, очень красиво. Сейчас я его достану. Попробую с ним. Мое внимание привлек пиджачок весь с блестками, конечно же. А как же? Тем более, что написано, что это reduced fries. Значит, он на сейле. Да, 1027. Интересно, что это за... А, присвоенота, конечно. Кто-то мне понравился. Значит, интересно, 1027 это reduced price или это original price? Ну, неважно. По-любому мы его не купим, но верить даже не будем. Красивый пиджак. Вот этот красивый свитер. Это уже пролетарская, можно сказать, одежда для нищебродов. Тоже Лен Фишер. Был 538. Ого, а сейчас 200. Не поняла, сколько. Вот так вот можно писать цену. Вот так кто-то может понять. Ну, ладно. Что это? Тед Бейкер. Тед Бейкер. Был 399, сейчас 240. Симпатично. Ой. Видите, как он плотится? Красивый. Микрофон, мне нравится. Что у нас тут еще есть? Какие-то названия. Не знаю. Ну вот, Рок-н-Боно с Элли. Интересный муковчик. Смотрите-ка. Рассветка интересная. 455, сейчас 270. А, Алисон Доливия. Я знаю. Алисон Доливия. Я знаю. Это дорогой. Симпатичный. Меня очень подозрительно смотрит дядька-охранник. Наверное, думает, что я пытаюсь что-то спереть. Снимаю для отвлечения его внимания. А на самом деле хочу что-нибудь сетибрить. Нет, не хочу. Если честно, вот здесь даже вообще ничего не нравится. Это какой-то Эллен Фишер. Ну, какой-то, я знаю. Это немножко такой для взрослых женщин. Коей я являюсь, но мне он не нравится. Здесь таки никого нету, между прочим. А вот это мне очень нравится. Посмотрите, какая милота. Тед Бейкер. Какое миленькое платьице. Такое мое-мое. 75. Подожди. Это все Тед Бейкер. Вот это тоже симпатичное. Зеленое. Я люблю зеленое. 420. 420. Ах, какое буйство красок. Алис плюс Оливия. Я не знаю, у вас есть этот бренд? Есть. У нас в Америке есть он. Он потрясающе красивый. Смотрите, какое платье. Посмотрите, какая расцветка. Сколько оно? Сейчас еще. 575. Я не удивлена. А, это я знаю, что это бренд. Смотрите, какой синий. Я знаю, что это дорогая компания. Какие бабочки. Ну, вот я люблю цветное. Брюки зеленые. Я... Ой, качается. Я раскачала вешалку. Ужас какой. Так, кофточка за... 355. Видите, у них какие расцветки. Просто потрясающе. Просто радугой буйство красок. Я люблю такой. И вот мне очень понравился свитер. Он такой пушистый, припушистый. Это компания называется Сейли. Переводится как теория. И он стоит 460. Эли-алпака. То есть... Я думаю, что он сделан из шерсти, конечно. Из шерсти альпаки. Очень-очень приятно. Очень красиво. Мне нравится. Тут меня занесло в Зару. В преддверии сейла. Я решила кое-что померить. Посмотреть, как она сидит. Вот это... Не то пальто, не то шуба. У меня, знаете, такой... Она выглядит как шуба, но... В ближайшем рассмотрении... Каково его бархатное пальто. Мне очень оно понравилось. Оно стоит 180 долларов. Я меряю размеры large. Видите? Оно как будто бы бархатное. Это даже не мех. Вернее, или мех. Я даже не знаю. Не помню. Темно-синий. Это у нас черного цвета. Как всегда. Пошла-пошла в приличный, нормальный магазин. И все кончилось с Зарой. Еще бы я хотела, может быть, померить эту шубу. Такое пальто зеленое красивое. Но мне, знаете, есть похуже. Я тоже в Заре покупала. Полшерстяной. Утки. Пальто белое. Для меня бы пальто понесло. Тедди. Сейчас, я что-нибудь померю. А вон есть Тедди бежевая. Сил у нас еще не начался, между прочим. У нас начнется 20... У нас начнется 26 декабря. Тот самый боксинг-дэй. Вот это хочу померить. Сейчас на этот размер. Боксинг-дэй я вам обещала рассказать, что такое. Вот из зеленого. Боксинг-дэй это как в Black Friday, только в Канаде. Его устраивают после Крисмаса. После 26 декабря всегда. То есть, имеется в виду, что... Сейчас я померю. Вот такую я померила шубу. Боже, какой здесь адский, адский смерть. Ну, ладно. Почитаю. Это такая... Размер смол. Она очень-очень большая, огромная. Стоит у нас 150 долларов сейчас. Я надеюсь, что это стоит дешевле. Да, так вот боксинг-дэй. Значит, идея в том, что люди на Крисмас покупают очень много подарков друг другу. И магазины как бы делают на этом большие деньги. И когда Крисмас прошел, и все уже все купили, и уже магазины хотят все распродать, все, что им осталось, они делают боксинг-дэй и продают все оставки, как бы, всем, кто еще не успел потратить все свои деньги на Крисмасные подарки. Ну, да. Вот такая... Да, мне нравится эта шубка. Возмездный опыт. Возвращается. Боженек. Я подойду поближе, чтобы с носом себя снять, потому что там совершенно ужасно сверху. Ну, все. Я вытаскиваю себя из Зары. Мы не для этого сюда пришли. Мы пришли. Для более интересных магазинов, чтобы вам показать Зару. Все, кто-то, кто-то. Зару все видели, все знают. Вот, куда я вас хотела привезти. Этот магазин называется «Сакс Кирс Агни». Это американский магазин, который в Канаде открыли тоже сравнительно недавно. Это мультибрендовый магазин, в котором есть все. Косметика, сумки, одежда, украшения. Достаточно дорогой лакзовый сегмент. Я даже не знаю, что здесь можно снимать. Обычно таких магазинов не любят. Ну, пока меня не вытурили, я буду. Я не часто в нем бываю, но люблю рассматривать, разглядывать, что здесь есть. Я не знаю, что здесь есть. Смотрите, я даже перестала разговаривать. Я решила старую речь. Ай-яй-яй. Ну, что тут говоришь? А что тут скажешь? Рады же? Рады же? Это что? Саливатора, Феррагама. Кстати, я хочу сказать. Вот этот фасон туфель вот этих вот с бантиком, они делают уже, наверное, наверное, я даже не знаю, сколько лет. 150. И до сих пор они продолжают его делать и до сих пор их покупают. причем молодые девчонки у меня например у меня подруга подруги дочь который там 30 лет чуть чуть больше она такие туфли совсем не считает что они бабушкинские взрослые это такая вечная классика который во всяком случае здесь канаде так считать это александр макквейн что у нас там дальше диме чу кресло диваны чтобы вы со всеми удобствами могли все померить что это блестяще тоже диме чу это все конец к новому году и крисмасу с блестками со стразами все как надо все как мы любим и вам эту прозвучку в каждом своем виде с блестками со стразами все как надо все как мы любим попали в клирамс это сэйл вот кстати известные туфли ивсен лоран на сэйле тысяч 100 с половиной большими были 1550 сейчас 1085 у вас бывают сэйлы на ивсен лоран и прочее с ними диме чу я подумаю размер подождите это большой размер мне нужен мой пятый вот размер 5 6 6 что у нас здесь есть ой-ой-ой-ой-ой манула бланик стразы блестки все как мы любим что они стоят сейчас минуточку переверну посмотрю фокусируйся сайс 34 они даже возможно не будут маленькие были 1215 сейчас 850 вы знаете что пройти туфли кстати хочу сказать что ведь это туфли кэри брэд шоу из секс инзо сити сколько лет прошло после того как уже этот сериал двухтысячных конец 90-х начало 2000 они продолжают делать эту модель успешно ее продавать и совершенно собираются от нее отказываться говоря о классике все продолжают ее покупать все продолжают с удовольствием наносить ну вот это так клиренс секшн который мы тоже как бы пропустим сейчас дальше по чумуа жемчуга я не поняла это настоящая жемчуга бриллианты или это или это бижутерия интересно цена не видно это да это знаете это майорк это бижутерия это не настоящая я не очень-то люблю как это немножко старомодная правда все украшения тоже думаю что это что это бижутерия что блестит слушайте прям так уж переливается как настоящие брюлики сколько это стоит а наверное знаете это не бижутерия потому что вот серьги например стоят 2210 долларов называется philips house хотя может бижутерия сколько стоит люди все возможно в этой жизни а ну и вот они вот они туфли манолы мечта мечта любой девочки вот они как раз синие вот точно такие как были фильме секс инди сити сколько они стоят кстати интересно как будто бы я их вот покупаю просто там под любопытство 1215 долларов да и вот опять я уже сказала что сколько лет они продолжают их делать на меня этот фасон и продолжают их выдавать причем вот там она не есть без каблука а эти на каблуке и даже тот же самый цвет вот этот синий цвет который был в фильме секс инди сити честно красиво честно мне нравится я бы такие наделала но нельзя 1215 долларов конечно да а ну ладно у нас бриллианты лучшие друзья девушек кто бриллианты мы все об этом помним кстати я тоже не знаю если это бриллианты а может опять же это пашотерик сколько это стоит нет без мать корот голд да ну наверное бриллианты вестяк прилегаются ай-яй-яй-яй как красиво я с меня оторвать очень красиво классические модели ничего необычного ничего не все почему-то в бежевом цвете а не не только в бежевом сейчас я вам покажу неон рулит аксен лоран в цвете неон вот эти сумки я знаю я их видела я забыла как они называются необычные финальные сумочки называются страдсберг нет слушайте это не то что я думала я думала другое название какие необычные смотрите у них как будто бы дырочка для ключа и ключ пределом на самом деле это ключ вот это вот золотое украшение на сумке это ключ а сверху какое-то отверстие для замочной скважины дырочка для ключа забыла название дырочка для ключа а эти с рисунком это вышивка? нет это рисунок как они называются красивые вот эти мне нравятся оригинальные очень необычные барбары барбары опять Марк Джейкоб что-то везде одно и то же продают даже как-то вкусно правда хочется снять что-то необычное оригинальное а ничего такого вот все это я нашла хлое 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 наверное правильно всех и цумок которые все себе покупают и потом никому они не нужны при такой-то цене понимаете да вот это кстати маккуин это холонер Александр МакКлин как всегда что-то необычное оригинальное кстати он отличается да мне это не нравится потому что они не отличаются от других боже ну посмотрите тут где-то черепа польца а ну это известная тоже его как бы сумка с 4 кольца да 2375 хотя бы что-то другое хотя бы необычное вот видите вот эти клачи с с на 4 пальцев прямо кольца какая прелесть в самом магазине сделана такая инсталляция очень вкусная сейчас я подойду пора поближе конечно так прелестно красиво миха настоящая да судьба или нет да настоящая да судьба цинили настоящая палантины из миха жилетка жилетка гусеница проклятая всеми русскими стилистами стилистами блогерами в том числе радостно веселенько продается спокойно в наших магазинах стоит при этом 1235 долларов хотя должна быть сожжена и отправлена на мусорку но нет не у нас это по-моему самые известные канадские куртки которые очень теплые которые выдерживают неимоверные морозы и холода один из самых известных канадских брендов которые по-моему по всему миру распространились и они действительно очень теплые на самом деле здесь какие-то вот мне не нравятся стоят они есть такие красивые с мехом на капюшоне видненько смотрите какая тетенька в красных брючках не хочу чтобы она видела стоять в нем но вы видели я успела не знаю посмотрим второй этаж главное не свежесть опять не с эскалатора здесь нас встречают что нас встречает что это за бренд а алисандалилия какая шубка зелененькая посмотрите какая красота искусственная настоящая настоящая по-моему вы только посмотрите какая прелесть ну я вам показывала в другом магазине этот бренд он очень яркий очень безумно светлый это видит вы этот как вот здесь хорошо снимайтесь никого нету и почему я не знаю нету это так дорого не только какие то бренды я честно говоря не знаю так название поэтому скорее всего неka здесь нет людей потому что потому что никто не знает что это за название и что-то за бренды и поэтому здесь никто не покупает привет я как всегда очкарик своих очкарик в своих линзах четыреглата когда-то у нас в детстве назывался очкарик называли четыреглаза хорошо снимать а вот такой же свитер мы с вами видели dragon ball ну вы видите мы все одно и то же даже в дорогих брендах даже в каких-то каких-то дорогих ладжери брендах все одно и то же где реклам рекламу я знаю я знаю такой бренд красиво 355 И по-прежнему никого нету Вот это рай для блогеров Магазины, в которых никого нету Потому что у них такие цены, наверное, что Люди как-то не особенно Вот в Заре было много людей, вы видели, да? А здесь Райская пустота Снимай не хочу Вот я и занимаюсь этим Дерево красивое С золотыми листиками Ну, это как в сказке про Буратино Посадишь монетку и вырастет у тебя дерево Слушайте, я забыла, как там было В общем, посадишь монетку и вырастет у тебя дерево С золотыми листьями Не-не, не золотыми С монетками вместо листьев, да? И мы купим тысячу курток для Вабы Карла на эти деньги Вот как раз Вот оно, как раз это дерево И как раз тысячу курток для Вабы Карла Здесь можно купить Наверное, можно купить одну За денежное дерево Собравшим монетки с дерева Можно купить одну куртку Маккуин Это бренд называется Этру Красивый, кстати Вот Этру я знаю Очень красивые вещи Очень такие разноцветные А еще возле дерева с золотыми листиками Стоят вот такие интересные стулья и столик И одежду снимаю Но на самом деле здесь такой интересный дизайн Магазин Красивой мебели Очень необычно Это не металл, кстати Это как будто бы выглядит как металл На самом деле это На самом деле это дешевый пластик Вот он, пожалуйста Вот оно Лип Алого Самое настоящее Красивая, красивая композиция Это крисмассное новогоднее Очень красиво сделано, кстати Бренд я знаю Его надевала Это канадский бренд Его носила принцесса Кейт Вот эту же самую кофту Она в ней ходила несколько раз там куда-то В общем И вся канада очень гордилась Что она носит канадских дизайнеров одежды Сколько стоит кофта, которую носила принцесса Кейт? Кейт Миддлтон Если кто не понял 1295 Ну, как раз для принцессы Вот пальто какое С таким же Да, I'm good, thank you so much А вон, кстати, канада гус Конер канада гус Куртки зимние Сейчас пойдем посмотрим, что там есть Ну, вот сам такая типичная куртка канада гус И шапки они делают С Михаилом Воротняком Парка Очень теплая Они как-то специально Они делают какую-то специальную ткань И специальную прокладку Я даже не знаю, наверное, пух и что-то еще Ну, в общем, там какая-то инженерная куртка В которую вставлено столько труда И разработок, и инженерии Что теплее этих курток вообще практически нет И если вы посмотрите Все репортеры СНН и все репортеры всех новостей Когда они снимают какой-то такой Северный полис Лежут такой Они всегда стоят в этих куртках Наша канадская гордость Канада гус Все, на этой первая ночь Я в отделе шляп Я решила закончить свой обзор На самом деле я очень много не снимала И я боюсь, что просто будет неинтересно И скучно Я ничего не мерила Ну, просто хотела показать Вам все равно посмотреть И я надеюсь, что вам было интересно Я надеюсь, что вам понравилось Всего доброго До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok